Вот уже на протяжении трёх лет спорткомитет проводит разнообразные мероприятия, чтобы увлечь люберчан спортом и идеей здорового образа жизни. В этот раз на стадионе «Торпеда» прошёл весенний фестиваль ГТО. Более 300 человек боролись за призовой кубок. Сейчас узнаем, с каким успехом. Ученик школы номер 17, третий класс, выполняет отжимания в упор и лёжа на полу. Дима Щербаков представляет 17-ю школу. Он надеется, что именно она займёт почётное первое место на фестивале. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы отжались? Думаю, где-то 50 с чем-то. Весенний фестиваль – это финальное испытание Кубка ГТО. Они прошли на стадионе «Торпеда». Напомню, мероприятия по сдаче нормативов начались ещё в январе. За весь период проведения комплекс дали порядка 11 тысяч учеников по всему городскому округу. Сегодня, как обычно, у нас всё на высшем уровне. Большое количество участников. По организации, я считаю, что из 5 баллов на 5. Все сектора, судьи, все готовы к принятию нормативов ГТО. Порядка 300 человек подали заявки на участие в заключительном фестивале ГТО. Помимо школьников сдать нормативы мог любой желающий. Поддержать ребят приехал и глава городского округа Владимир Ружицкий. Кто претендует на золотой знак? Молодцы, молодцы. Я вам скажу, ничего нового нет. Вы наблюдаете. Есть такая поговорка. Она уходит в древние годы, в здоровом теле. Это больно. Конечно же. Все ребята с боевой готовностью подошли к заданиям. Им необходимо было сдать нормативы по 9 позициям. Это отжимания, пресс, рывок гири, подтягивания, прыжок в длину, наклон с гимнастической скамьи, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты. Помимо выполнения всех нормативов нужно пробежать еще 2 километра. Это 5 таких кругов. И одеваться нужно не так, как я. Конечно, залог хороших показателей это не только удобная одежда, но и регулярные тренировки. Так отличную физическую подготовку продемонстрировал один из самых взрослых участников, 59-летний Владимир Шишкин. Вы довольны результатом, который сейчас показали? Ну, в общем, нормально. Это, по-моему, тянет на первую ступень. Окончательные итоги подведут на следующей неделе. 18 кубков вручат лучшим школам и сильнейшим классам. Награду достоятся также учителя физкультуры и директора школ. Взрослых участников будут оценивать отдельно. За лучшие результаты им будут присуждать золотые, серебряные или бронзовые знаки отличия ГТО. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.